Спасибо Константину и Лене Гадаевым, которые откликнулись на наше предложение эту выставку устроить. Она из разряда чаемых выставок. Спасибо Лене Константиновне, Марине Валерьевне, которые помогли этот проект осуществить. Он оказался непростым. Действительно, Гадаева Лазарем, скульптуру Гадаева Лазаря мы хотели выставить очень давно. Думали, где, как, в каком формате, с кем. А Никина Наталья Ивановна однажды сказала, что Гадаева надо показывать только под открытым абрамцевским небом, ни на каких площадках. И, собственно, об этом мы однажды поговорили с Константином. И вот эта выставка осуществилась. Собственно, прошло месяца три всего. Как-то очень быстро это получилось, и слава Богу. Буквально два дня назад мы привезли скульптуры. Костя их с нашими ребятами устанавливал. Первое. Возникла вертикаль с мальчиком. Это была действительно такая очень значимая вертикаль, потому что сразу открылось небо, кроны. И, как принято в этих случаях говорить, каждый из нас получил упол счастья. Гадаев дарит счастье. Это правда. Почему Гадаев-Абрамцев? Возникали такие вопросы у некоторых людей. Гадаев исповедовал принципы Матвеевской стены. Я сейчас скажу парадоксальную мысль, а может быть, она не парадоксальная. Любовь Александровна, сотрудник Русского музея, старейший сотрудник, она стала заниматься скульптурой посадки в музеях еще при Пасторе. Долгие годы писала диссертацию на тему «Школа Матвеева Александра Киренченко». Она ходила по наступке, изучала свои комиссии, любовно рассматривала скульптуру, общалась, расследовала. Писала она эту диссертацию на протяжении многих лет и не защитила ее по одной простой причине. Она сделала вывод, что Матвеевский «Школа» нет. Но, во всяком случае, она не обнаружила в городе Петербург. Лазарь, гадая, исповедовал принципы Матвеевской школы, следовательно, не учувствовала и понимала, что фигура, которая сейчас находится в нашем яблоневом саду, она отвечает этим принципам. Матвеевской школы активная, наполненная, собранная, плотная форма, которая чувствует преодоление материалов, в которой есть и вечность, и жизнь, и острые переживания, и традиции. Все это прекрасно видно, ощущается. И я думаю, что наш зритель, придя сюда, почувствует высокое пластическое искусство. Вроде этого, собственно, мы все изучаем. А сейчас гости, гости, друзья, близкие люди. Очень бы хотелось услышать какие-то слова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!